17 июня в селении Гавана Рогоцоттонской области произошел инцидент с применением огнестрельного оружия. Один человек погиб на месте, семеро были доставлены в медцентры в Ереване, где один из них скончался. Оппозиция утверждает, что инцидент начался с реплики в адрес премьер-министра Армении Пашиняна, а среди участников были близкие и родственники представителей правящей партии. Полиция, однако, заявила, что инцидент не имеет политического подтекста. Причина бытовая. Премьер-министр Армении Никол Пашинян с рабочим визитом прибыл в Беларусь. Как сообщает пресс-служба правительства, в Минске Пашинян примет участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета. Ожидается заседание глав правительств в Узком, а 21 июня в расширенном составе. Президент Арцаха Аарай Карутюнян созвал расширенное заседание Совета безопасности. На повестке заседания были внутренние и внешние вызовы, стоящие перед республикой. С докладами выступили министры обороны иностранных дел территориального управления и инфраструктур. По предоставленным вопросам состоялись заинтересованные обсуждения. Президент Арцаха дал ряд поручений руководителям государственных ведомств. Арцах не может быть и не будет в составе Азербайджана. Потеря Арцаха приведет к непредсказуемым кардинальным изменениям геополитического ландшафта, после чего будет совершенно иной баланс глобальных сил. Об этом на встрече с журналистами в постоянном представительстве Арцаха в Армении заявил глава МИД республики Давид Бабаян. «Мы вступили в эпоху геополитики, где идеи и нормы, к сожалению, стали второстепенными, если не третичными. Все зависит от нас, какую политику мы будем вести. Мы будем стоять до конца, мы никогда не позволим нарушить эти красные линии», — добавил он. Бабаян также подчеркнул, что нужно быть реалистами. Всеобъемлющее урегулирование арцахской проблемы — вопрос далекого будущего. Поэтому мы должны всеми возможными средствами сохранить Арцах. Для этого есть все возможности. Даже если не будет всеобъемлющего урегулирования, Арцах сохранит свой статус де-факто независимой суверенной страны, — сказал он. Спецпредставитель Европейского союза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клар приветствовал заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева, сделанное на 9-м Бакинском глобальном форуме. С удовольствием прочитал заявление президента Ильхама Алиева. Настало время установить мир и сотрудничество и после позитивной динамики с Арменией перейти к практической реализации. Европейский союз решительно поддерживает это, — отметил Клар в Твиттер. Банк ВТБ уходит из Грузии, но планирует сохранить присутствие на банковских рынках Азербайджана, Армении, Беларуси, Индии, Казахстана и Китая, — заявил в интервью Интерфаксу глава ВТБ Андрей Костин. Мы за исключением одного единственного случая нигде не продаем дочерние банки. У нас принципиальная позиция, мы везде остались. Мы остаемся и продвигаем вопрос взаимодействия с национальными банками, с местными банками для того, чтобы быть ключевым банком по расчетам в двусторонней торговле в нацвалютах. Видим перспективы для своего бизнеса в этих странах, сказал он. Украинский парламент одобрил выход Украины из нескольких соглашений в рамках СНГ. Так, нардепы поддержали законопроект о выходе из соглашения о сотрудничестве в развитии и использовании систем сотовой и подвижной связи, о выходе из соглашения о создании межгосударственного резерва биопрепаратов и других средств защиты животных в СНГ, о выходе из протокола о внесении поправок в соглашении о межправительственной фельдегерской связи по доставке официальной корреспонденции органов СНГ, который касался права сотрудников на хранение и применение табельного оружия, о выходе из соглашения о поддержке и развитии малого предпринимательства в СНГ. Кроме того, был принят закон о прекращении действия соглашения между правительством Украины и правительством РФ о научно-техническом сотрудничестве. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель призвал Россию прекратить блокировку украинских портов и сделать возможным экспорт зерна. Немыслимо, миллионы тонн пшеницы остаются заблокированными в Украине, в то время как в остальном мире люди голодают, заявил журналистом глава дипломатии Евросоюза, прибыв навстречу глав МИД стран ЕС в Люксембурге. «Это подлинное военное преступление, и я не могу представить себе, что ситуация будет продолжаться еще долго», — добавил Боррель, цизируя Дольче Велле. Во Франции прошли парламентские выборы. Как сообщает Министерство внутренних дел страны, на парламентских выборах во втором туре победила пропрезидентская коалиция вместе, однако результат ее недостаточен для захоронения абсолютного пропрезидентского большинства в Национальной Ассамблее. Для этого необходимо было набрать 289 мандатов, однако коалиция получает в новом парламенте 245 мест. Блок левых сил получил 131, партия Марин Лепен – 89, республиканцы – 61 кресло. В парламенте будет также 22 депутата от разных левых сил, 10 от разных правых сил и 10 депутатов-регионалов. В Анкаре арестованы двое членов ИГИЛ, разыскиваемых по линии Интерпола. По данным Анадолу-2, операции по поимке преступников проведены в столичной провинции на основе обработки и анализа данных и разыскных мероприятий. Еще один иностранный гражданин схвачен по обвинении в пропаганде террористических организаций в соцсетях и попытке привлечь в ряды кровавой организации новых боевиков. У него изъяты материалы, подтверждающие переписку с главарями террористов и видеокадры казней жертв террористов.